Приветствую вас, друзья, на канале интернет-магазина пряжи и товаров для рукоделия, клубки в корзинке. Сегодня мы с вами рассмотрим, как вязать полоски по кругу так, чтобы они не были заметны. То есть вы, наверное, замечали, если вы вяжете в круговом полотне полосочки, то у вас обязательно видно начало и конец смены нити. Вот, и чтобы такого не было, я вам покажу сейчас метод, который отлично применяется для вот таких вот ворсистых всяких полотен, да, трикотажных. Также очень круто будет на махере, вот буклешка тоже очень хорошо. В общем, смотрите, какие-то, может быть, ангоровые, пробуйте на образцах, и, может быть, этот метод будет вам полезен. Я его вам покажу в двух вариантах. И еще очень рекомендую делать так, чтобы пряжа не была слишком контрастной. Вот мы сейчас с вами посмотрим по всему кругу воротника, вот. И, наверное, мы сможем вот здесь, да, что-то увидеть. Но я не уверена, что это то. Вот. Ну, наверное, да, наверное, здесь где-то у нас с вами переход. Ну, то есть, видите, это не выглядит как-то неаккуратно или еще что-то. И практически незаметно. Незаметно, то есть, если не приглядываться, да, даже если приглядываться, тоже не факт, что будет заметно. Ну, и да, желательно, чтобы нити не были контрастные сильно, потому что вот я сейчас покажу вам на примере темно-коричневого и светлого. И там немножко будет заметно все равно. Но, опять же, если постараться, то можно как-то это спрятать. И даже если это чуть-чуть заметно, это не выглядит неаккуратно. Вот смотрите, я провязала несколько рядочков темного цвета. Ссылку на эту пряжу я оставлю в описании к видео. И мы уже с вами вязали из этой пряжи свитер, который я только что вам показывала. Вот он был у нас в кадре. И у меня в комментариях попросили сделать дополнительно вот это вот видео, где я показываю, как я меняю цвет именно на этой пряже. Вот смотрите, я провязала несколько рядов, и теперь мне необходимо заменить цвет. У нас есть два варианта. Первый я покажу вам сейчас. И он самый быстрый. Его лучше делать, когда у вас близкая по тону пряжа, близкая по цвету, возможно. Я сейчас распущу последние несколько петель. Ну, вот буквально штучки 4. Распускаю. То есть мне нужно не довязать 4 петли, и затем ввести цвет вот сюда. И провязать вот эту вот ниточку, стараясь класть ее поверх вот этой вот коричневой. Таким образом, чтобы у нас петелька была коричневая все еще. То есть она вот здесь лежит поверх, а когда мы ее провязываем, она лежит внизу под коричневой петелькой. Вот ее можно поправить. И таким образом получается, что мы провязываем вот так. Это такой более заметный способ, и отлично будет использовать его, например, между вот этим цветом и вот таким цветом. Или между вот этими двумя цветами. То есть более близкими цветами. Вот, если у вас не такой вариант, если у вас тоже довольно контрастная пряжа, то я предлагаю вам так. Мы с вами довязываем все петли тем цветом, которым нужно, кроме последней. Последнюю петельку я провязываю коричневой и белой вместе. Вот так. Дальше я могу отрезать коричневую ниточку. Но я не буду сейчас этого делать. Просто отрежу ее потом. И вяжу полностью целиком ряд тем цветом, на который мы уже сменили. То есть белым в моем случае. Когда довязываю ряд, останавливаюсь за одну петельку до той, в которой мы меняли цвет. То есть у нас вот здесь была смена цвета, мы останавливаемся на предпоследней петле. То есть за петельку до нее. И теперь нам с вами необходимо взять кончик. Вот этот вот светленький. И вернуть его, положив вот так вот на рабочую ниточку. Вот так. И провязать вместе с рабочей нитью. Если у вас кончик подлиннее, ну вы, например, боитесь, что за одну петельку у вас не успеет закрепиться ваш конец смены нити, то его можно продолжить на протяжении всех оставшихся рядов. То есть оставляете просто кончик подлиннее и каждый ряд останавливаетесь за петельку до смены цвета и провязываете этот кончик вместе с рабочей ниточкой. Точно так же, как я вам показала. И таким образом у вас получается незаметный переход цвета. Вот, собственно, так и получается. Вот эти два метода вы можете спокойно использовать, которые попроще можете использовать с близкими по тону и по цвету местами, полосочками. А тот, который посложнее, можете использовать, когда переходите от более контрастных цветов друг к другу. Например, вот у меня здесь на подрезе где-то был моментик, где я переходила с темного на светлый цвет. И вот тоже использовала этот метод. Вот, когда я провязала, видите, ввязала много. Но оно тут распушилось и практически незаметно. Поэтому попробуйте на своих образцах, как будет лучше, как вам больше понравится. В общем, просили, я сняла для вас видео. И я надеюсь, что оно будет вам полезно. Не забывайте, пожалуйста, делиться этим видео с друзьями. Сохраняйте себе, чтобы не потерять. Потому что это полезный навык. Потому что искать будете, когда будете вязать из ворсистой пряжи что-нибудь в полосочку по кругу. А с вами была я, Юля. И интернет-магазин пряжи и товаров для рукоделия. Клубки в корзинке.